Всем привет, мои дорогие шопоголики! У меня сегодня тестинг различной запрещеночки, которую я купила в дубаянской сифории, и которую еще для меня заказали мои друзья I'm not шопоголик, I'm not бьютиголик, смотря в каком, в общем-то, ресурсе вы их найдете. Не пугайтесь моих красных глаз, я буду стараться вот так смотреть, потому что если я буду делать вот так, вы будете думать, что я вампир, но на самом деле у меня очень раздраженные глаза. Я уже неделю жду, когда это пройдет. Это пока максимум, иногда бывает лучше, иногда хуже, но, короче, буду стараться меньше смотреть в кадр. Короче, та-та-та-та, сбылась мечта идиота, сегодня тестируем блески Роуд, также хвастаюсь своим чехлом от, собственно, бьютиголиков. Самый вирусный тональный крем, который только выходил за годы, и самые завирусившиеся румяна. Давайте все это пробовать. Жилетто самое от Милк. Чехол уже несколько дней ношу. Классный, удобный, удобно держаться, но он будет немножечко со временем замацывать. Это первый минус. Второй минус. Блеск греется, потому что я много снимаю, у меня греется сам телефон, и нагревается блеск, а значит, живучесть этого блеска у нас под вопросом. Итак, бесцветного бальзама от Хейли у меня никогда не было, но говорят, что это похоже на нюдстикс пептидный также, и поэтому я не стала его заказывать, но я стала заказывать, собственно, Роуд и еще подделки, про которые все говорят. Будем сравнивать с подделками в запретграмме. Роуд у меня два оттенка, чтобы их вот так вот менять, в зависимости от образа или лука, и менять их. И давайте пробовать нюдовый оттенок, наверное, он называется Тоуст. Короче, фикс не из Хейли, но пиарщики у нее, и стилисты, и визажисты, все топ, просто хочу от них детей. Каждая собака знает эти чертовы названия. Гениальный концепт, аж даже Порш скопировал. Давайте, короче, пробовать и смотреть, как это все будет ухаживать, будет, не будет вообще. Перед отъездом я обошла различные магазины Дубая и разрешила себе за хорошую работу купить все, что я хочу, потому что обычно я покупаю все, что вроде как интересно тестировать, и базы ни одной я не выбрала интересной и вкусненькой. Зато взяла два консилера, один, который очень хотел я, и который мне показалось, что суперсекси, кремовенький, такой ухаживающий, прикольный. Это Bobby Brown Skin Full Cover Concealer, очень эластичненький. А с другой стороны, самый тикток запредграммный консилер, это We Are Even от бренда Риана Фэнси. И да, Селена Гомес, Риана бесконечно монтизируют рога, которые наставляли мужики, звезды страдания и все вот это. Ну, может, не то, чем можно гордиться, но не так плохо. Буду пробовать два консилера и сверху наносить тон. Здесь огромная палка, и я долго выбирала именно персиковый такой цвет, чтобы мне хорошо корректировало. И барышня мне дала в подарок мою любимую базу маленькую. Я радостно нанесла ее в качестве крема. Что-то надо делать, чтобы вы не сильно видели. То, какой у меня красный глаз. Короче, когда намазываешь на руку консилер новый от Бобби, просто какой-то случается оргазм. Он настолько какой-то увлажняющий, классный. Спойлер, на лице уже такого вот какого-то жирненького, кайфушного эффекта нет. И эффект этот, кстати, есть у Hourglass консилера. Но тот для меня был слишком жирный, и он не был живучий. Через полгода или 8 месяцев он у меня какой-то гадостью просто вонял. Как будто кошечки сали, если честно. Так что я его не стала повторять. Не увлажняет так красиво. Корректирует, корректирует. Но я ожидала лучшего. И, наверное, только в уголок бы я его наносила. Короче, мне не нравится. На руке выглядит намного лучше. Сори, я поменяю линзы. Я вижу какую-то странную штуку в глазу. Так, я попробую снимать без линз. Я просто 23 года ношу линзы. Поэтому у меня уже без них слезутся глаза. И давайте попробуем консилер, который называется «Мы в расчете». Здесь я взяла оттенок под свой загар 280C. И так как я уже отмылась от него, и уж подавно рыженький Warm Beige не соответствует пламине, но, возможно, придется его кому-то отдавать. Как будто бы надо протестировать еще на других людях, и как будто бы надо протестировать на другом уходе. Также консилер Иоанны сильно лучше. Короче, у меня первый опыт снимать без линз. Я себя чувствую в измененном состоянии сознания без них. Болеющий у меня кружится голова. Но, тем не менее. Итак, самый вирусный тональный крем это Real Flawless Weightless Perfecting Foundation от Laura Mercier. Поскольку это их 99-й тон, так же, как и у Bobby Brown, но это уже очень длинное, языкозаплетательное название. Значит, тон бесит чем уже. В магазине я выяснила, что он вот здесь вот застывает в носике и потом плюется вам на одежду. То есть вы покупаете люксовый тон и еще пачкаете свою одежду. Более того, мне консультант сказал, разворачивай вот так. Мне это не понравилось, до того, как я знала, что это пачкает. Я решила сделать все-таки вот таким образом. И, чтобы вы думали, я испачкала девушке джинсы в магазине. Так что морально готовимся к тому, что это нужно будет раскручивать или, или, или. Значит, по составу это почти очиститель для кистей. То есть он просто из силикона-силикона и он такой красивый какой-то вот так вот в нанесении, такой жирненький, влажненький. Почему я взяла кисть от Makeup Forever и вообще сегодня будут эти кисти? Потому что Гламзила, такая блогерша, у которой много лет, блог не шел. И внезапно она выстрелила просто не так давно и стала очень популярной. И она очень красиво вот именно этой кистью наносила тон. И это просто как-то было божественно. Она стала популярной за сутки, тон стал популярным тоже за сутки. Но мы-то с вами без фильтряхи, тиктоковской снимаем. И от загара отмылась капитально за это время со своими кислотами и масками. Каждый день у меня были маски, потому что я не работала. Что мне было делать? Кисть Makeup Forever была найдена специально для этого. Это 108-я. Она правда красиво разглаживает вот такие тона. Тон сыренький, мокренький, очень корректирующий. На участке, где я переслаивала этот консилер от Бобби, очень дорогой, у меня какие-то неровности пошли. Где-то он у меня тоже затекает в какие-то участки. В тикток, уверена, с их самыми вот этими прекрасными фильтрами, на которые все снимают, потому что они встроены в камеру. Это будет выглядеть зашибись. Для сравнения нам нужно попробовать. Белая моя футболка. Может не дожить до вечера. Для сравнения пробую кистью-лапкой, которой я всегда все наношу. Какая-то, если есть шаушинка, она может подчеркнуться. Или лишняя волосинка, или лишняя шаушинка. Но для меня очень странно, что по составу он как тон для аэрографа, или, как я уже сказала, близок к чистителю для кистей. Он подчеркивает шаушины. Лучшая версия вот такая вот дешманская. Белор дизайн, белорусская скин-тин. Что-то у них есть похожее, но тот менее жирненький. И пройдусь-ка я еще и спонжем. Пора затекает тоже. Он чисто тупо красивый вот на камеру. Вот этот вот глаз скин. Лора Мерсье, конечно, с волотап. Это упаковка чертова. Я уже испачкала диван. Вот я знаю, что нужно попасть на спонж. И это не получилось. Выдавливается сложно, выдавливается мало, плюется сильно. Ну просто вот дебилы. Реально не советую этот тон. Он должен просто делать куни в подарок, чтобы терпеть вот эту чертову упаковку и то, что он подчеркивает шелушины временами. По первому тесту оба консилера не стоят своих денег. Если вы хотите хорошие консилеры, возьмите тип консилер от The Sam или Stay All Day от Essence. Там даже есть рыжие оттенки. Короче, для запрет грамма, для бложеров профессиональных это красивый тон, чисто в кадр дурить вас, что кожа красивая. В жизни никакого смысла этот комедогенный жир не имеет, друзья. Далее тестируем бронзовый стик от Pixi. У меня уже были ранее румяна, и я выбрала очень светлый, такой перламутровый, хайлайтерный цвет Warm Glow. Он был разобран. Также очень популярен самый темный, и он с таким как будто эффектом между румянами, хайлайтером и бронзером. И я подумала, что мне это надо. Это будет как раз вот то самое. Вместо тона мы зануть на периферию лица. Единственный был мой вопрос. А не будет ли стягивать тон? Потому что половина людей говорят, что это божественно, а вторая половина говорит, что это стягивает тон. Но у меня средняя. Конкретно на мне он очень-очень румяный. Это же где мы с вами сейчас будем тестировать и как румяна от Milk. Все. Да негде нам уже их тестировать. Этой штуке я ставлю хорошую оценку, по крайней мере более хорошую, но цвет сильно румяный. По крайней мере на мне. Я посмотрела много видео, и что-то на мне прям румяна, как никогда. Давайте сделаем так. Протестируем несколько продуктов в этом заходе, и тогда заново в следующий день накрасимся, а то что-то глазам моим плохеет. Refi это самый фотогеничный бренд, который я очень люблю. Во-первых, просто история у них классная, то, что блогерша и бизнес-леди решили сделать бренд такой красивый, фотогеничный, запустили первые продукты, и несмотря на популярность блогерши, нахер никому не надо было. Они начали плакать, сидеть, значит смотреть, что вообще с этим всем делать. А мы думали, типа люди дебилы, сами все купят. Не нужно стараться, оказалось, что это не так. И в результате они сделали офигенный маркетинг, офигенные съемки, офигенные упаковки. И в результате мне дико нравится вот эта вот штуковина Брау Скаут. Я перестала им сейчас пользоваться, потому что он после года применения стал похуже. Надо новый заказывать, но тем не менее эффект получается ламинирования. В этот раз я решила заказать красивый странный продукт, который называется лип блаж, то есть румяна для губ, в полотенке Оркед. И это такой блюр эффект, по-моему, очень симпатично. И набор, где румяна, красный блеск и красный карандаш. Давайте в следующий день протестируем, а сейчас попробуем румяна, кремовая, в оттенке черри. Чуть избавлюсь от прошлого цвета. Наносится обычно в бренде какой-то дуофиброй странный во всех роликах и во всех промо. Но мы будем наносить вот так. Дайте я хоть припудрюсь, а то я расстроилась. У меня неудачный категорический тест. Ладно, попытаемся восстановить глаза, перенесем на завтра. Ну, если хреново выглядит на коже, ну, вот так. А что я сделаю? Такую косметику люди понаделали. Что, мне сразу разочарована. В наборе с карандашом идет блеск, и он некрасивый. Он выглядит как-то страшненько, бедненько, и здесь 5 мл. Вот в сравнении с Хейлюшей, где 10. Вот это уже похоже на продукт. Вот это какое-то микро что-то. Самая удачная вещь, и это божественная, прекрасная штука, просто крем, который хорошо идет как основа под макияж, который мне дали в подарок от Боби Бран. Вот это лучшее просто. Все это нафиг можно свернуть. Ладно, не расстраиваемся. Красный карандаш, блеск тоже будем тестировать, и пудру Лора Мерсье. Итак, тестирование. День 2. За это время я протестировала хорошенько кептидные бальзамы от Роуд. Можете это увидеть в других соцсетях, здесь же просто нанесу, и давайте повторно пробовать. Тональный. Я старательно пыталась выздороветь. Автозагар наносила, чтобы это подходило. Что еще я делала? Крем. Я не наносила. Сыворотку я не наносила, чтобы мне не каталось. Все маски Мира До и жидкость от Реклэр. Есть ли этот эффект сырого вот этого нанесения? Есть. Особенно, если сделать много. И вот теперь это должно выглядеть похоже на то, что мы видели у моей коллеги. Значит, глаз получше стал. Я все равно ничего не вижу. У меня минус 4. Теперь моя простуда вылилась в то, что когда меня продуло, несколько дней болел нос, и наконец-то здесь вот растет просто где-то изнутри этот чертов рог. Поэтому мой нос выглядит довольно смешно. Но для тестирования же это лучше. Короче, зона под глазами просто в этом тоне выглядит лучше, чем в наших консилерах прошлый раз. Полосит ли тон? Ужасно полосит. Мерзкий, жирный ли он? Очень-очень противный, мерзкий, жирный. Состав его не изменился за эти несколько дней, естественно. каждый намек на шелушину и вообще все равно подчеркивает. Давайте я попробую это сделать чем-то нормальным. Но вот реально в кадре на телефоне это супер красиво. Под видео светом это супер красиво. Красивый ли этот тон в реальности нет, потому что он затекает во все на свете. То есть покупки я его крайне не рекомендую. Но лучше или так лучше, но одновременно сухо и жирно. Если так бывает, то есть он что-то скухоживает, но по ощущению жирный силиконовый. Как будто не смывашка для волос. Намазали лицо и по составу тоже куда-то ближе к не смывашке для волос, чем к тону. Ой, зачем мы это делаем? Вообще все. Это в моем нынешнем состоянии сейчас плохая кожа, максимально плохая за год. Это в тоне. Блин, как это болит. И болит уже несколько дней. Даже Дарсонваль я разбила. Ну, замаскироваться маскируется, но у меня полоса шелушины. Я пробежалась по дому, посмотрела в разные зеркала. Издалека кожа выглядит обалденно и такой пластиковый кукольный. Вблизи видно эту штукатурку и все смотрится ужасно. Отсюда, уважаемые знатоки, вопрос. Для какой кожи нужен комедогенный, жирный по ощущению тон, очень жирный, который подчеркивает шелушины? Это у какой категории людей нет пор, которые подчеркнутся, нет шелушений и нужен жирный тон. Ладно, пробуем мои консилеры мечты заново. что тут происходит? К слову, спонжам все-таки лучше, чем этой кистью, потому что сильно полосит кисть, ну, в смысле тон. Консилер Рианы We Even, как ни странно, все-таки чуть побольше мне понравился и консилер моей просто максимальной мечты, который супер секси, приятненький. Вот эта история, купить за 4000 рублей консилер и бегать с бубном, мне не нравится, честно говоря, но, кстати, двойной слой даже лучше. Итог, одинаковый, я хочу носить консилер без тона, а без тона они оба плохие, и для моих техник, и моей жизни, и меня конкретно, они не подходят. Ставлю линзы на полчаса, будет ли мне от этого хуже? Будет, но по-другому не могу работать, зато потом месяц я их не надену. Пробуем мечту нашу. Это, конечно, очень вкусненькая штука, нанесение, прикосновение просто божественное, безумно мне нравятся ощущения, оттенок у меня burst, но, несмотря на то, что это залипло, надо намного быстрее это все растушевывать. Такие сделала, оно вывалилось, нафига нужна такая проблемная, такая дорогая косметика. Ладно, той стороной, которой я не видела пола, молю и он губяу, будем дезинфицировать и продолжать. На внешней части это пляшиво, но, я вынуждена признать, это очень-очень стойко, и нанесение само, оно правда приятное. Если этого так и держаться, ну это офигенно, правильно? Да, оно выпрыгивает, фиг закажешь. Но при всей этой хероборе, все равно, того, что так сильно бы въедалось и так надолго, в России я все равно не видела в продаже, единственное, где я такое видела, это шеглэм. Давайте попробуем дырки закрасить. Лишиво. Если спонжем с остаточками тона, то классно. Значит, вот этот консилер очень красиво улегся, он в принципе лучше, чем более дорогой. Спонж и пружинищие движения набивающие, наверное, самое безопасное, так вы его не повредите, не уроните. Мармелад начинает отваливаться. Слушайте, это самая наркоманская вирусная косметическая вещь, которую я видела. Не то, чтобы я ее выбрасываю, мне интересно, приноровиться. Сияющая пудра за миллион денег. Пудра с эффектом хайлайтера. Это новая текстура, она называется Light Catcher, то есть ловец света. Выглядит похоже на классическую лору, но серебряная крышка. Явно нам намекает, что это другая серия. И классической лорой я не пользуюсь, потому что у нее есть тальк, здесь также есть тальк, но все равно было интересно. Зачем нафиг придумана эта пудра? Объясняю. Ты такая красивая, накрасилась, у тебя хайлайтеры, и все модные сияющие румяна, они на периферии, а потом ты все припудрила, и все стало одинаково скучно, и та зона все время пытается блестеть, а внешняя часть все время пытается не блестеть. Чтобы этого избежать, аж целых 29 грамм какой-то супер красивой штуки, я пытаюсь рассыпной версии аургласовских пудр, сияющая пудра, которая зафиксирует нам т-зону красиво, позволит потом, если надо, бронзироваться, коррекцию наносить. Сразу могу сказать, она набирается неровно, неравномерно в кисть, где-то будут пятна, то есть, если вы в аурглас пудру или битидракс, или, или можете макнуть и поставить пятно на лицо, и у вас все получится, то с этой так делать нежелательно, она переносится так же неравномерно. Перламутровая херня, возможно, будет сильно легче нанесение бронзеров, это не точно. Что она делает? Берем пудру нормального, адекватного человека, которая уже до этого существовала, мешаю цвет, который будет похож на то, что там, и наношу. Значит, я сделала фото, на фото это зернисто, и кожа выглядит хуже, чем без ничего, абсолютно без ничего, моя кожа красивее и нормальнее. Кроме объема и симпатичной банки, ничего хорошего нету. Аурглаз лучше по составу, лучше по виду, может быть. Это будет красивым в качестве просто хайлайтера, даже не из перехода бюджетные вещи. От Диваж сильно лучше, но это серебряная пудра не самого мелкого помола, и еще и не самого это красиво вот так, как хайлайтер, если набрать именно такой синтетической кистью, и то какого-то ракурса подбитый глаз получается, но а что, хайлайтеров нету, типа, зачем нам впаривают эту косметику? Не покупайте это, полное говно, вместо этого купите нормальный запеченный продукт от шик, который вам будет также заполировывать кожу, или потрясающее со свечением пудра с спф27, тукул фоскул, все время была в литуаль, в кика есть сияющие вот такие пудры, не все они сияющие, но разные лимитки, палетки будут с сиянием, хорошая вещь, возьмите, в гримерских брендах всегда была такая пудра слеб про, именно луз миру финиш паудер с блеском, если вас устроит желтенький такой легкий оттенок, роскошная вещь за 600-700 рублей, Vivienne Sabo лимонный хайлайтер, моя оценка этой пудры один из десяти, моя оценка этого продукта нет, нам оно не нужно, это просто игруля, кайфушная, абьюзивное отношение, это будет извращенно приятно за счет нанесения, стойка, в этом есть плюсы, но сомнительно, и так с помощью магии монтажа я возвращаюсь к вам, я протестировала с помощью пирога из творога и ягод, масляного салата с оливковым маслом, терла оливковым маслом пальцы, мылом, чуть стала прозрачной, но стик, пожалуй, не совсем говно, но, так как он не за 300 рублей за 2500, мне кажется, что есть смысл купить вместо него, если уж у вас есть доступ к западным продуктам, купить Глэн такие в виде лапки, их новые желешки и радоваться нанесению с помощью этого продукта и пробовать на щеки, если это лучшая косметика, которая вышла в Сифоре за последнее время, у нас проблемы, друзья, у нас большие проблемы, ладно, чертов Марио, желтая палетка была хороша, но она очень-очень желтая, палетка шиммеров прекрасно, мокрое нанесение, очень хорошо работает, и вот это вот просто моя любимая няшка и ее я действительно советую к покупке, вот это вот, прям я не смогла пройти мимо, но очень хотелось ее помацать, для светлокожих она будет идеальна, и наконец-то здесь есть серый, вторая палетка, которая мне показалась просто хитом из хитов, в новой Томфордовской текстуре, которая наконец-то не мерзкое желе, а какой-то интересный полукрем, тоже было невозможно пропустить, потому что кажется, что это какой-то фотошоп, они наносятся просто как мечта, абсолютно другая текстура, ни на что в моей коллекции не похожая, и это уже интересно для тестинга, совсем чуть-чуть тонального нанесу на верхнее веко, нахрен мои котики, нам это вот надо, мы что с себя нашли, на помойке другой косметики нету что ли, лучше что ли, что-то безбубна нельзя нанести, что-то хорошего что-нибудь шелушение подчеркивать нет на планете, ну прям честно, ну что, это лучшая сияющая пудра, так, самая стандартная кисть, и наверное серый холодный цвет для складки, и начнем тестировать нашу марио палеточку, второй цвет чуть теплее, конечно всегда холодные цвета будут сложнее в нанесении, но это достаточно приятненько, какими-то посветлее цветами я растушевываю, можно, мне кажется, и затемнять теперь более темным внутреннюю часть, полагаю, что это для какого-то такого вот а-ля кат-крис макияжика, серый, наверное, нам тоже нужен, а-ля офисная сирена какая-то у нас здесь будет происходить, чисто серый очень улучшает, конечно, эту палетку, наши визажисты тоже делают такие, все хорошо, легко, чисто тушуется, возьмем цвет, который мы еще не особо попробовали, нанесем под глаз, четвертый цвет в палетке, просто прекрасен, гениален, цвет естественной тени, очень ровный, абсолютно все оттенки в этой палетке матовые, но этот единственный, мне кажется, с намеком на какой-то сатинчик, и с его помощью очень удобно форму создавать, маленькую кисть берем, темноватый цвет берем, ресничную зону поднимаем, с ресницами немножко соединяем, прекрасно, не сильно сыпется, очень ровно наносится, я считаю это замечательно, что это прям вот единственная палетка на свете, нет, что это просто мастхэв, ну, знаете, если вы офисный сотрудник, любите только матовые тени, при этом у вас достаточно светлая кожа, вы точно знаете, что вы будете пользоваться таким часто и много, я делаю из нюдика нашу арабщину, специально, видите, не доводила складку, такой вот у меня был план, палетка прекрасно, честно, все с ней нормально, она прям хорошая, то есть, черный, достаточно насыщенный, не сильно сыпется, четенько рисует, я же забыла, что у меня глаза больны, усилим контраст, нюдовые макияжи рисуются прекрасно, дженнеровские макияжи и арабщина, рисуются столь же прекрасно, ничего не вымешивая, что с бровиау, могу ли я подчеркнуть бровь, ну короче, для визажистов или любительниц матового нюда, я советую эту палетку в условиях того, что вы расхламляетесь и действительно какие-то другие вещи вам уже пора заменять, реально, если я стряхиваю с кисточки, у меня ничего не посыпалось, просто она очень хороша, проверяем, что по офисной сиренолуку, хорошо с очками смотрится, вот эта серая гамма, в общем-то, сейчас так и носится, тушь нафигачила, что самое интересное, я уже дико довольна, даже не нанеся просто тупо бежевый на подвижное веко, настолько хорошо у меня получилось и даже с тоном оно все не убегает друг на друга, да, не с базой, в общем, они роскошно тушуются, много опций на брови и для блондинки тоже, даже какой-то серовастенько-оливковый, даже, в принципе, если вы рыжая, тоже что-то получится для бровей, versus вот эта палетка, где так или иначе, каждый дайтик-токершек, красилась в течение года этой палеткой, все время получался один и тот же лук, серьезно, пробовала я стереть милковский стик, пробуем наш томик, фордик, с внешней части подвижного века, например, если в эту сторону я тяну, делаю внутреннюю границу, сейчас у меня солнышко мягенькое и внешнее растушуется, но это по идее, да, это такой полукрем, к которому более-менее ближайшее это Наташа Деноне кремовая, в чем загвоздка профмакияжа и как правило мы хотим для стойкости и плотности сделать сначала кремовую текстуру, потом сухую, значит, если кремовая текстура у нас в этой же палетке, в нее сыпется как скот любой шиммер и любые сухие тени, всякие разные карандаши, это все точи, отдельно продукт носи, дезинфицируй, попроблемней, чем если бы это у нас было в палетке, тут вроде как Томфорд нам приходит на помощь, пробую второй цвет, который темнее, мне очень понравилось, это такое скульптурирование для век, кремовую текстуру клал в сухую палетку также Патрик Та и там вот эти вот окошечки закрываются, дабы одно в другое не попадало, короче говоря, как альтернатива карандашной технике, как визажная такая штучка, как помощник в смоке, ой, глазки простите меня, у нас будет месяц перерыва после этого, извините, пожалуйста, ну какой-то очень быстрый, томный, легкий смойки на большие глаза, да, у нас выглядело бы так, и он хорошо делается, влезу в вот эти два цвета вместе и попробую сделать складку века, бежевый цвет тоже такой кремоватый, и мне показалось, что это имеет шансы на успех, работать кремовой текстурой отдельно удовольствие, потому что она размазывается, ее можешь убрать, подвинуть, то есть вот тюк-тюк-тюк, и как бы все, сухая уже прилипла, немного с ней дальше чего-то сделаешь, для визажиста это просто будет какое-то, знаете, такое наркотическое удовольствие, сто пятьсот лет не могла какую-то посоветовать палетку форда визажистам, и пожалуй это первая, которую я посоветую, с ней также вышла серо-лавандовая такая, тут сомнительней все происходит с ней уже, на брови эту текстуру лучше не мазать, это держаться у нас не будет, но она абсолютно не сыпется, короче, затемняшка это хорошее, этот цвет тоже кремовый, он на какой-то черной базе, может это все у меня скатается, конечно, придется с этим всем еще как-то пожить, роскошно они наносятся, за месяц они не пытались выпрыгнуть из палетки и сохнуться, что тоже приятно, не знаю, что с ней еще попробовать, пробую растушевать этим бежевым, он немножко бежево-серый, пробую снова смешать вот так, как будто бы все равно из этого бежевого и коричневого вы получаете серый в сухом остатке, пожалуй, давайте еще мокрым способом попробуем, кстати, тоже хорошо, это не обещанной текстурой wet and dry, но правда хорошие в исполнении и по цветам палетки, обе достойные, просто у Марио это непосредственно тени, а у Том Форда это уже такой кремовый фотошоп для глаз, большой вопрос брать ли в цвете синяка эту палетку, но в цвете коричнево-красном это очень приятно, и я думаю, что вы будете просто все смоки рисовать таким образом, играться, ну короче, визажистом это правда очень крутое приобретение, если вам нравится вот этот концепт, если вы красите, а я думаю, что если вы визажист, вы обязательно красите на кремовую текстуру, это облегчает сильно, задачу лизать между ресницами, создавать, но с румянами, конечно, ну как это исправить, у меня начали точки проступать вот здесь вот, и тон, особенно там, где он кистью клался, прям расползается, короче, это куча выброшенных денег просто, так, значит, карандаши для губ рефай, у меня есть в оттенке фаун, я бы, наверное, его повторила, данный продукт супер стойкий, на обратной стороне шикарный фиксатор, и я решила, что нужно взять масло для губ и красный цвет, ну точнее, блеск, да, и я надеюсь, что он будет, правда, красным на мне, я его потом протестирую еще без особого мейка, потому что, если он красно-розовый, когда он будет пляшивый, будет не так прикольно, в чем фишка этих продуктов для губ, это самый стойкий карандаш на планете, дождалась засыхания, припудриваю, потому что эта сволота блестит, наношу фиксатор, ой, ну я клоун сегодня, да ешкины кошки, это ахуенно, это база, вот это тоже ахуенно, если вы визажист, все не понравившиеся продукты, очевидно, я бы сдала этот тон, он плох всем, кроме того, что я буду выглядеть фотошопно в телефоне, это единственная, просто особенность, и единственный плюс, что вы мне будете писать, что на тебе фильтр, я добавлю хайлайтер Vivienne Sabo и ставлю денег на то, что уйма людей не поверят мне, что это не фильтр, я бы сдала вот эти два говна, купите нормальный консилер The Sam, суперский, супер дешевый, и очень дешевый, стей 14 часов эссенс, сдала бы и это говно тоже, абсолютно ненужная херобора, еще Лора Мерсье должна мне за то, что я испачкала себе вещь, и барышни на корнере, имеет ли смысл эта кисть, тоже вранье, она полосит, это визуально красиво, это контент ради контента, равно говно, извините, реально хорошо, это лип блаж, милк, румяна, сомнительно, пептидные бальзамы, ну, ухаживают, красивые, очень блестящие, имеют место быть, в принципе, розовый я бы тоже взяла, пробуем, последнюю вещь, отдельно, вау, мне очень нравится вот этот вот аппликатор, все-таки это мини или не мини, сифора у меня не работает, международная, мне посчастливится снова есть после нанесения, для того, чтобы проверить, будет ли этот тинтователь, съестся ли карандаш, стойкий фиксатор от нашего вот этого маслечка, ухода, этот продукт, наверное, приятней даже, чем роут, металлический аппликатор, явно дороже, какие-то относительно близкие у них цены, ну, вот размерчик, что-то похоже на миник, я хотела проверить на себе, мне хотелось, чтобы он был прям глянцевый красный, но он не очень глянцевый, и он все-таки розово-красный, и этот розово-красный выглядит исключительно проститутошно, так он симпатичный, а так это очень вульгарно выглядит, ну, я разочарована, но буду носить с другим каким-то маслом или блеском более красным этот карандаш, а блеск отдельно, ну, показывают же вот так вот за предграмин, и цветокор же сделан, чтобы красный получался, да, чуть не забыла, это я бы тоже сдала, этот цвет не особо целесообразен, но, может быть, я еще в это поиграю, заставлю работать, и вот эти две вещи попробую наносить на голое лицо, может, станет лучше, но пока я просто в ахере от того, что я реально клоун, я перемазала кучу кистей, просто об это все, потратила десятки тысяч рублей, среди которых большую часть зря, более 20 тысяч рублей, также дважды зря ездила на такси из-за некомпетентности полосатого ритейлера, инста-ит-гел врут в плане цвета, включают цветокор, введение взблуждения на светлой коже, красным он не может быть, это меня стирает и это все полный писяц,